итак продолжаю свой бла-бла лекторий выпейте перимедона если у кого нервная система возбуждена или чего там пьют успокоительного очень-очень эта катушка уже побывала у людей в руках очень липкая резина все равно здесь малейшие какие-то пылинки прилипают ощущение этот песка конечно не очень приятные с одной стороны липкость хороша на крабах катушки другой страны немножечко это меня слушайте утяты пошли вон отсюда что я туда вы туда вы я сюда вы сюда можно жрать больше не у меня нет хлеба и иди отсюда иди я зацеплю вот ух ты чуть такой под водой пронырнула такой скоростью значит здесь помимо р детства появилась несколько лет назад капуста я не знаю как это водоросли называется хочу в интернете найти ее увиделись таких раскрытых листьев капусты такие и кто-то мне сказал что щука не любит держаться именно в таких местах собственно говоря я долго думал но не пришел к иному какому мнению как только тому что просто это капуста ну никак не подходит для маскировки щуки если рдест и елочка совершенно четко подходит под маскировку самой щуки и удобно там маскироваться она же там маскируется кувшинки туда же тот это капуста ну никак она не подходит поэтому есть места здесь это капуста как бы такими полянами присутствует и бессмысленно там ловить причем я вижу люди некоторые там молодые спиннингисты пытаются там что-то поймать ну не знаю тратить время не охота и так вот с моей вот такой вот не гламурные ситуации здесь по по хищнику тратить время на облавливание этой капусты не хочется для начала хочу поблагодарить известного такого блогера александра тупицына вы его все знаете его свежие по моему свежие видео где он выражает возмущение тем рыболовом который использует липгрипп направо и налево для щуки непосредственно ну лично я конечно же знаю что достаточно крупную щуку нежелательно брать липгриппом потому что она и действительно как он там говорит посмотрите это видео кто не видел действительно и травмирует себе пасть очень сильно и шейные позвонки ломает болтаясь на ней да если грипп таких шарниром но извините далеко не у всех они поэтому я на своем липгриппе специально кончики стальные насладил двойной термоусадочный кембрик потому что все-таки мягкий пластик лучше чем стали и не беру крупную щуку липгриппом который я все же забыл когда последний раз брал поэтому абсолютно с ним солендарен с его возмущением и про дебилов которых он там говорит в комментариях который хватит когда он кстати прав в комментариях действительно очень много откровенных дебилов которые хватит рыбака который взял щуку просто за то что он поймал щуку вытащил который взял ее за глаза или положил их песок как в панировочные сухари повалял или 20 минут и фотографирует или взвешивает на какой-то хрен но это такая понятная рыбацкая тенденция у меня даже мысли нет такой взвешивать рыбу это лично мое такое отношение если уж вы не собираетесь ее есть не хрен ее мутузить поэтому я оставил посмотрев такое видео и вдохновившись оставил свой липгрипп дома и взял специальную перчатку которую мне много лет уже который вообще редко использовал в принципе но все таки действительно чтобы не было соблазна брать все подряд щуку и действительно что интересно еще сказал там что слизь которая на рыбе это защитная слизь да кто это еще не знает а если повредить особенно шнурков вот как я тут поймал шнурка и он настолько был не знал как его взять понимаете или грипп там в рот не влезает настолько он мелкий и это самое и получилось так что он болтыхался его прижал к футболке схватил его рукой соответственно сам измазался весь этой слизью провонял это тоже нехорошо поэтому конечно же в перчатках можно брать за нижнюю губу как в окуне или баса как беру если у вас специальные перчатки конечно есть ничего страшного он там не про своими микрозубками ничего мне сделать поэтому посмотрите это видео кто не смотрел очень вразумительно иначе сейчас я вам скажу такое раздражающее некоторых предостовережение как допустим не попасться на уловки многочисленных блогеров которые собственно говоря имеют даже несколько тысяч подписчиков я не понимаю это я понимаю в какой причине я не завидую не подумайте мне абсолютно наплевать на количество подписок сами видите что я никак не рекламирую свой канал ничего так подобного как определить вообще дилетант человека или нет всякий рыболов когда он поймал рыбу должен вам рассказать что он сделал для этого никакой воблер применил просто рассказать вот воблер вот он мне нравится а что он сделал объяснил я сам не всегда это комментировал но буду стараться именно это сделать объяснять какой воблер почему его применил какая погода почему так почему не иначе такой небольшой комментарий должен дать если вы видите у рыболов коробки сто процентов ловли рыбалки этот баллов навряд ли вам даст компетентную информацию по тактике ловли рыбалки не будет никакой нескромности если я его назову дилетантом но я понимаю любовь там у меня тоже большинство кренков но извините я объяснял всем какие у меня условия почему кранка здесь предпочтительнее чем мину у меня с собой есть и мину теперь гораздо больше но скорее для какой-то такой личный все-таки для того чтобы не руку рука не забывала воблеры мину и как с ними работать какие-то ситуации может быть то что тот сейчас сложные пошли мне с рыбой поэтому но если сто процентов воблеров мину и из них ни одного дипового извините получается человек все время на мелководье что ловит до двух метров он пытается выманить щуку поднятию что это раз во вторых значит если вы видите многочисленную поимка многочисленной рыбы то есть 5 3 5 6 особей за раз значит со стопроцентной уверенности знаете что это рыба активной было никакой никакого выдающегося элемента в этом технике этого рыболов не было то есть так практически мог бы взять более-менее мало мальский опытный с небольшой опытностью рыболов это два настоящий в профессионал он ловит либо очень крупную щуку либо на ней охотиться если это щука или судак или окунь либо ловит пассивную рыбу причем придя на водоем он понимает что рыба сегодня пассивно и применяет такие техники и приманки для конкретного места которые именно эту пассивную одну штучку возьмет поэтому массовый вылов здесь валится нечего если опять-таки виде подобную ситуацию никакой информации от этого вы не подчеркнете в основном конечно все это говорю я для людей которые только начинают ловить и даже пятилетним сажем десятилетним стажей люди тоже считаются начальными рыбаками потому что не вникают и не запоминают не записывают то что происходит на водоем значит в третьих если рыболов ищет рыбу поиском перебора приманок причем не обращая внимание на цвет только из того что у нее есть шествую основном по своим любимым приманкам даже если он говорит что они здесь работали их перебираю в третьих это дилетант они рыболов вот протестируйте сами себя ничего оскорбительного для вас не должно быть если вы вот если я нищеброд я не могу себе позволить дорогие снасти я так и говорю я на данный момент нищеброд не могу позволить себе снасти дорогие дороже косито самому мог бы купить но не могу поэтому и человек дилетант в рубалке должен надо давать отчет понятно да перебирание воблеров как правило у нас опять же пресловутые воблеры мину понимаете не обязательно должны быть блесные вертушки нет могу это могут быть одни воблеры но абсолютно разные характеристики категории и рыболов должен объяснять почему он сегодня например применяет воблеры мину примеру или например воблеры кренк или липлесс или например там какие могут быть еще воблеры другого характера и почему мало так используется диповых воблеров мину не потому ли что дорогостоящий воблер и даже не дорогостоящий рыболов боится засадить об дно ну извините тогда ну вот такие три основные моменты по которым вы можете определить что вы смотрите видео собственно не профессионального рыболова и навряд ли у чего чему от него наберетесь и наберетесь разве что только красочных картинок красивых воблеров дорогих или дешевых и все это находится на уровне такой рыболовной страсти никакого рассуждения разума и полезной информации подобных видео у вас не будет думайте сами что смотрит